Сегодняшняя новость о побеге Леонида Ермольника из-под ареста шокировала общественность. По данным правоохранительных органов, актер, задержанный по подозрению в финансовых махинациях, покинул здание полицейского участка при неясных обстоятельствах, оставив личные вещи, включая документы и телефон. Перед тем, как продолжить видео, хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за понимание! Полиция заявила, что побег был организован тщательно. Ермольник, находясь под контролем охраны, воспользовался моментом, чтобы скрыться. На данный момент ведется масштабная операция по его поимке с привлечением федеральных структур, а также задействованы розыскные команды, в том числе кинологи и дроны, для проверки всех возможных маршрутов. В то время как полицейские ведут розыск, следствие пытается понять, кто мог быть причастен к побегу актера. Актер был задержан после долгого расследования, в ходе которого полиция выявила его возможную связь с офшорными счетами и компаниями, участвующими в сделках по покупке и продаже недвижимости за рубежом. По предварительным данным, он мог использовать эти компании для сокрытия средств и уклонения от налогов, что стало основанием для задержания. Согласно заявлениям следственных органов, речь идет о крупных суммах, которые скрывались через подставные лица и зарубежные фирмы. Адвокаты актера не давали комментариев до побега, однако источники из его окружения сообщали, что артист намеревался доказать свою невиновность и опровергнуть обвинения в финансовых махинациях. Побег стал неожиданностью и для друзей и коллег Ермольника, которые отмечают его репутацию человека, всегда соблюдавшего закон. Многие из них выразили поддержку, полагая, что обвинения могут быть сфабрикованы или преувеличены. Некоторые даже предположили, что побег мог быть вызван страхом перед несправедливым обвинением и возможными суровыми посредствиями, учитывая резонансное дело. Известные личности и артисты выступили в защиту Ермольника, называя его человеком принципиальным, который бы никогда не участвовал в сомнительных операциях. Однако и среди поклонников мнения разделились. Часть поддерживает артиста, считая, что он мог стать жертвой провокации, а другие не исключают, что ситуация может быть правдой. Полиция на данный момент держит под контролем несколько районов, где может находиться актер. Они рассматривают возможность того, что Ермольник скрывается с помощью знакомых, которые могли бы оказать ему помощь, или же выехал в неизвестное направление. По словам представителей правоохранительных органов, ведутся проверки транспортных узлов, границ и возможных укрытий в пригородных районах. Подозрения усиливаются также из-за того, что накануне задержания он активно общался с представителями разных деловых кругов, среди которых могли быть люди, имеющие опыт в организации побегов. Побег Ермольников сколыхнул общественность, вызвав волну обсуждений в СМИ и социальных сетях. Некоторые критики заявляют, что знаменитости нередко используют свое положение для обхода закона и призывают к строгому подходу в правосудии, независимо от статуса. В то же время известные актеры и музыканты поддерживают Ермольника, высказывая свое недоверие к обвинениям и требуя объективного расследования. Фанаты артиста создали страницы в социальных сетях, выражая свою поддержку и требуя правосудия. Следующие несколько дней будут ключевыми для следствия, так как полиция намерена усилить контроль над всеми выходами из города, а также продолжит работать с окружением актера, чтобы найти возможные зацепки. Расследование обещает быть долгим и напряженным, а общество остается разделенным в своих взглядах на этот громкий побег. Также стало известно, что сегодня новость о том, что известный режиссер и продюсер Федор Бондарчук оказался в центре крупного финансового скандала, шокировала не только его поклонников, но и всю российскую культурную общественность. Сообщается, что имущество Бондарчука, включая его дом, несколько объектов недвижимости, личные автомобили и даже счета в банках, было арестовано в рамках расследования, связанного с возможными финансовыми махинациями и нарушениями. Это дело вызвало резонанс в киноиндустрии и стало предметом обсуждения как среди экспертов, так и среди обычных поклонников кинематографа. Информация о возможных махинациях появилась на фоне крупных сделок, которые Бондарчук заключал для реализации своих проектов. По данным источников, близких к следствию, правоохранительные органы подозревают, что некоторые из этих сделок сопровождались сомнительными схемами финансирования и потенциальным отмыванием денег через офшорные счета. Все началось с того, что несколько месяцев назад поступили жалобы от иностранных инвесторов, вложивших средства в один из кинопроектов режиссера. Они утверждают, что их средства были потрачены нецелевым образом, а часть средств и вовсе бесследно исчезла, что поставило под угрозу завершение проекта. Эти жалобы привлекли внимание международных финансовых организаций, которые и инициировали проверку всех финансовых операций, связанных с именем Бондарчука. В ходе расследования выяснилось, что некоторые средства проходили через компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях, что вызвало подозрения в возможных махинациях. Следователи обратились к российским правоохранительным органам с просьбой провести внутреннее расследование, которое привело к шокирующему результату. На данный момент все активы режиссера в России арестованы до выяснения обстоятельств. Бондарчук, известный своей успешной карьерой и громкими проектами, оказался в непростой ситуации. Он неоднократно привлекал иностранные инвестиции для своих фильмов и был одним из тех, кто активно работал с зарубежными продюсерами. По словам представителей Бондарчука, он всегда соблюдал все финансовые обязательства, и обвинения, с которыми он столкнулся, они считают необоснованными. Однако следователи обнаружили целый ряд подозрительных транзакций, которые включают крупные переводы на офшорные счета, якобы используемые для закупки оборудования и аренды студий, но с минимальной отчетностью. Следствие утверждает, что в распоряжении Бондарчука находились огромные суммы, которые передавались ему инвесторами для реализации нескольких амбициозных проектов. Впрочем, далеко не все средства, как оказалось, были использованы по назначению. Согласно данным проверки, часть финансов не была задекларирована, а некоторые траты оказались значительно завышены по сравнению с реальными расходами. Это породило подозрения в завуалированном выводе средств, а также в попытках сокрытия налогов. Расследование привело к тому, что были наложены аресты на весь ряд объектов недвижимости, зарегистрированных на Бондарчука и его компании, в том числе на его особняк в Москве и несколько элитных квартир. Также арестованы автомобили и банковские счета, на которых хранились средства, предположительно связанные с указанными проектами. Юристы Бондарчука называют это временной мерой и настаивают, что режиссер всегда вел свои дела честно. Сотрудничал с налоговыми органами и своевременно оплачивал все налоговые обязательства. Однако правоохранительные органы выдвигают иные версии. Одной из ключевых причин подозрений стала схема, при которой средства на съемку фильмов переводились из одной компании в другую без должного обоснования. Участие в этом принимали организации, зарегистрированные на разных членов семьи режиссера, что также вызвало интерес у следствия. Подобные схемы, как полагают следователи, могли быть частью крупного плана по сокрытию доходов и уходу от уплаты налогов. Некоторые эксперты даже предполагают, что на Бондарчука могли оказывать давление другие заинтересованные стороны, используя его репутацию для своих финансовых целей. Ситуация вызвала волну обсуждений в обществе. Социальные сети и средства массовой информации активно обсуждают произошедшее, выдвигая разные теории. Многие поклонники и коллеги режиссера высказывают сомнения в правдоподобности обвинений и считают, что Бондарчук стал жертвой неправомерных действий или заказной кампании. Среди сторонников Бондарчука широко распространено мнение, что кто-то из деловых партнеров мог подставить его, намеренно запутав финансовые схемы, чтобы снять с себя ответственность. В то же время есть и те, кто полагает, что кинопроизводство – сложный бизнес, и подобные схемы в нем, к сожалению, не редкость. Коллеги Бондарчука по киноиндустрии разошлись во мнениях. Многие публичные фигуры высказывают слова поддержки, указывая на то, что Бондарчук всегда был человеком слова и с честью выполнял свои обязательства перед партнерами. Однако некоторые деятели искусства выразили осторожное отношение к сложившейся ситуации, отметив, что для завершения крупных кинопроектов иногда используются серые схемы, особенно когда дело касается привлечения средств извне. В связи с этим они подчеркивают необходимость тщательного расследования и справедливого суда. Тем временем юристы Бондарчука обратились в суд с ходатайством об отмене ареста имущества, настаивая, что режиссер не нарушал законов и готов сотрудничать со следствием для установления истины. В ответ на это следственные органы представили дополнительные доказательства, подтверждающие их подозрения в причастности режиссера к финансовым махинациям. В частности, в дело включены данные о нескольких крупных транзакциях, якобы произведенных с использованием фиктивных компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Это обстоятельство усугубляет ситуацию, и теперь будущее дело Бондарчука кажется еще более неопределенным. Поклонники режиссера организовали в его поддержку онлайн-компанию, собирая подписи под петицией, требующие справедливого рассмотрения дела. Они настаивают, что Бондарчук внес неоценимый вклад в отечественное кино, и заявляют, что этот скандал – попытка очернить его имя. Социальные сети заполонили посты и комментарии, призывающие дать режиссеру возможность защититься и высказаться, непредвзято рассматривая его случай. Эксперты по финансовому праву, комментирующие ситуацию, подчеркивают, что случай с Бондарчуком – это пример нарастающего внимания властей к финансовым операциям, деятелей культуры и шоу-бизнеса. Сложные и часто непрозрачные схемы финансирования, характерные для крупных кинопроектов, могут приводить к серьезным последствиям. Благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Хотим попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал. Также, чтобы оставаться в курсе всех последних событий, жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие выпуски новостей.